Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который стартовал 23 января, убедительно продемонстрировал, что он нужен для подрастающего поколения. Более двух тысяч различных мероприятий прошли за это время в нашем районе. И все они вызывали интерес у молодежи. Смотрите наш репортаж с торжественного мероприятия, посвященного закрытию Месячника. В актовом зале Славянской администрации собрались активные участники Месячника. Школьные учителя, специалисты по работе с молодежью, руководители учреждений образования и культуры, военнослужащие, ветераны, казаки, активные общественники. Все они внесли свой весомый вклад в то, что Месячник прошел успешно. После демонстрации фильма, посвященного Месячнику, заместитель главы Славянского района Виталий Титаренко выступил с подробным рассказом о проведенных мероприятиях. В период проведения Месячника подготовлены и проведены спортивные мероприятия по военно-прикладным видам спорта, общественные мероприятия военно-патриотической направленности, патриотические акции с огреем сердца ветеранам, дорогами славы, вахта памяти. Организовано несение почетной вахты памяти на посту номер один у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны. Для проведения мероприятий использовались материальная база воинских частей, музеи боевой славы и трудовой славы, учреждения культуры, образования и спорта. Трудно даже перечислить все, что состоялось в этот месяц. Особое значение для юношества имели встречи с солдатами Победы и воинами-интернационалистами. Для собравшихся прозвучали патриотические песни. Затем активным участникам военно-патриотического месячника были вручены благодарственные письма, а четверо ветеранов боевых действий в Афганистане награждены медалью Александра Невского. В числе отмеченных за хорошую работу заведующая сектором по обслуживанию юношества Славянской городской библиотеки Ирина Худалий. Наша библиотека представляет множество книжных выставок, проводит обзоры этих книжных выставок, где представлена художественная литература как советских писателей, так и российских, современников, кубанских наших писателей. Также показывали во время месячника патриотизма ребятам документальные кадры блокады Ленинграда, Сталинградской битвы. Месячник, прошедший под девизом «Овеяна славой, родная Кубань» завершился, но работа продолжается. Приближается 75-летие освобождения Славянска на Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И к этому важному событию уже идет подготовка. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».